В Омске впервые прошел семинар «Совершенствуем мастерство спасателя». Его участниками стали около ста человек из Всероссийского студенческого корпуса спасателей, добровольческих отрядов и сотрудники профессиональных аварийно-спасательных формирований. На открытии собравшихся поприветствовал министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Дмитрий Крикорьянц. Необходимость такого семинара назревала очень давно, потому что мы действуем, во-первых, в рамках реализации национального проекта. И здесь важно, что деньги, которые были получены по гранту национального проекта, реализуются именно в осуществлении образовательных мероприятий. И здесь вот мы видим как раз это воплощение. Я очень рад, что сегодня здесь на площадках этого семинара собраны все, практически все общественные организации, которые занимаются спасением людей в тех или иных ситуациях, на тех или иных объектах. То есть это очень как бы разнообразно, но самая цель одна – это спасти человека. Также почетным гостем события стала помощник руководителя Всероссийского студенческого корпуса спасателей Екатерина Маркина, которая приехала оценить уровень организации мероприятия, чтобы в дальнейшем совместными усилиями проводить его в более расширенном формате. Так как это первое мероприятие в регионе подобного формата, нам очень важно посмотреть, насколько ребята в этом заинтересованы, насколько они готовы к подобным мероприятиям, и нужно ли в дальнейшем это проводить, может быть, в еще больших масштабах. Так как сегодня присутствуют на мероприятии только ребята местные, с области, и, насколько я знаю, несколько человек из Тюмени, то в дальнейшем хотелось бы, чтобы сюда приезжали люди из разных городов. Ну, конечно же, обмениваться опытом и развиваться всем вместе. В первый день участников семинара ждали теоретические занятия, где им рассказали об оказании первой медицинской помощи пострадавшим, правилах радиообмена и других важных аспектах поисковой работы. Второй день уже будет практически, отработка практического материала, то есть это поиск людей, это оказание помощи, это деблокирование пострадавших, это поиск на реке и так далее. Это вот мой первый выход будет. Я жду от сегодняшнего дня совершенствования своих способностей, своих знаний, то есть применения их на практике, то, что мы изучали. Вчера было, скорее, даже не учение, а повторение того, что мы проходили, то есть у нас в центре проходят занятия. Сегодня мы хотим их применить на практике, узнать, на что я способна. Легенда у нас такая, что пропала группа из пятерых, у них есть палатка, то есть они отдыхающие, и их придавило, кого-то из них придавило деревом. Вот ищем пострадавших. Возможно, они разбежались, поэтому у нас задействованы квадраты. Группа у нас делится по 5-6 человек. Мы разбредаемся в группу. Но в шеренгу идем мы 2-3 метра друг от друга, чтобы мы друг друга видели, и чтобы все были задействованы квадраты, чтобы все пространство просматривалось. Лес у нас здесь смешанный, поэтому стараемся поближе друг к другу идти. Вот найдем и будем смотреть уже, как они пострадавшие, не пострадавшие. Найден потерявшийся. Ой, здоровый. Целый, живой, здоровый. Редактор субтитров А.Семкин